Принцип очень простой. Душа на протяжении миллионов перевоплощений пребывает в мире материи. Поэтому веды говорят о том, что когда точно мы попали с вами в мир материи, никто не знает. Можно стульчики взять поближе, сесть, чтобы мы не... У нас же такая семейная встреча. Поэтому, когда мы попали в материальный мир, никто не знает. Веды говорят только так, что 8 миллионов 400 тысяч форм жизни мы прошли прежде, чем стали людьми, знаете. Сколько мы с вами были пингвинами, коровами, никто не может сказать. Слонами, бегемотами, крокодилами. Но мы можем только сказать, что привычки у нас сохранились многие. Многие наши привычки находятся на уровне наших инстинктов. Но духовная жизнь – это выйти за пределы инстинктов. Есть инстинктивное существование. Какие у нас есть инстинкты? Еда, сон, оборона, продолжение рода. Поэтому веды говорят, дарменахину пошуми саману. Человек не создан для инстинктов. Инстинкты есть у животных. Правильно, да? Хватательный инстинкт – бежать, защищаться. Поэтому люди, в целом, они думают как? Что жизнь создана от человека для того, чтобы инстинкты были более совершенными. Например, не есть что-то, а есть красивую пищу. Не обороняться, а хороший финский замок, сигнализация, камеры, слежение. Спать на мягком диванчике, чтобы было удобно спать. Поэтому мы пытаемся обустроить свою жизнь на уровне инстинктов. Обустройство жизни инстинктивное. Если, как говорится, продолжать род, то красиво все должно быть. Нам все должно быть красиво. Но это не вовсе не говорит о том, что человек живет тем, что предназначено для человека. Поэтому писания говорят, что человек становится человеком тогда, когда проходит обряд посвящения. Помните, да? Баранкин – стань человеком. Что такое человек? Человек – это не животное, это высшее создание. А его высшее предназначение – это служение Богу, потому что он божественный по своей природе. Он является частичкой божественного мира. И человеку уготовано по природе бессмертие, красота, гармония, любовь. Все это уготовано человеку по его природе. Но попав сюда, в мир материи, попав в иллюзию в мае, мы загрузились в такую виртуальную игру компьютерную. И многие бабушки наши знают, что когда внуки, дети играют в компьютерную игру, их невозможно вытащить из компьютера. Сознание полностью уходит, и ребенок в этом компьютере может рождаться и умирать много жизней. Дети говорят, вот я набрал себе столько очков, я прошел столько уровней. По сути дела, это виртуальная игра. Тогда кто-то из родных говорит тебе, слушай, там борщ стынет. И нужно похлопать ребенка по плечу и сказать, кушай эту пищу. И сколько бы ты не ел в компьютере, все это будет лишь только компьютером. Давайте я вам еду по имейлу пошлю. Я могу послать еду по имейлу, вы можете полизать компьютер, но от этого сытости не будет. Поэтому мы живем с вами такой ненасытной материальной жизнью, когда никогда удовлетворение не приходит. Потому что удовлетворение – это состояние души. Сколько бы мы здесь не ели, нам всегда захочется больше. Сколько бы мы не пили, нам всегда захочется больше. Удовлетворение – это природа нашей души. И поэтому, когда душа удовлетворена? Душа удовлетворена, когда удовлетворен Господь. Поэтому веды говорят очень просто. Ребята, найдите корень дерева и начните поливать корень дерева. Вы пытаетесь поливать все листья. Бхагавадгита описывает, что дерево этого мира – листья. Есть желание, а есть чувство. Но корни идут вверх. Поэтому поливать надо не внизу, а поливать надо вверх. Кроты смотрят под ноги. А мудрецы смотрят на звезды. Они понимают, что там, в том мире, находится ответ на все наши вопросы. И вот сегодня, по милости Господа, по милости наших духовных учителей, вы пришли к этому пониманию, что нужно вступить на этот путь. Вы знаете, что есть праздник 1 сентября, когда дети приходят в школу, их одевают красиво, наряжают, дают им фрукты, цветы. Они приходят в школу. Вы пришли также в школу. И школа – это не один учитель. А Вадут Махарадж или кто-то. Это целая школа. Вы пришли в школу Шидхара Махараджа, в школу Гавинды Махараджа. Но у вас есть учитель младших классов. Может быть, вы станете профессорами в этой или в миллион следующей жизни. Это неважно. Но вы пришли и пришли сегодня в школу как первоклассники. И это правильно, потому что вы первоклассники. Мы все первоклассники. В школе иногда есть старшие ученики. Поэтому вы пришли к учителю начальных классов. Но это вовсе не значит, что учитель начальных классов даст вам самое высшее знание дважды два-четыре. Нет. Но вы не будете готовы, не выучив таблицу умножения, не выучив слога, буквы, читать, воспринимать. Поэтому в школе есть разные учителя. И Шиприя с вами постоянно занимается. Он ваш учитель тоже, он тоже гуру. Но гуру – это бесконечное понятие. Это никогда не человек, это всегда Господь. Понимаете, да? Но Господь действует через людей в этом мире. Так устроен Господь, что Он действует через свою энергию. И вы тоже будете, и Он тоже будет действовать через вас. Процесс посвящения – это важная часть духовной жизни человека. Но это начало. Поэтому, если вы думаете, что от того, что вы пришли 1 сентября на праздник знаний, на этом ваше обучение закончилось, то вы глубоко ошибаетесь. Вы пришли на праздник знаний, чтобы начать свое обучение. А у вас будут двойки. И вы будете сдавать экзамены. И часто вы будете видеть, что вы не сдали экзамены. Что у вас есть вожделение, гнев. Да? И понять, что ты несовершенен – это первый шаг к совершенству. Сократ всегда говорил – я точно знаю, что я ничего не знаю. И это позволяет мне… А Ньютон говорил – я понимаю, что я собираю гальку на берегу океана знания. И это позволяло этим великим мудрецам обрести знания. Самый страшный грех – это гордыня. Почему самый страшный грех – это гордыня? Шихар Махараш говорил всегда – от Господа нас отделяет огромное эго нашей гордыни. Мы всегда гордимся. Мы гордецы. А, стульчик один сделай, пожалуйста. Сейчас, стульчик, стульчик. А, просто по-японски сложно сидеть. Ну вот, гордыня – это наша с вами у всех. И мы должны будем превзойти свои пороки. Поэтому великий самурай Ямамото Цунитому сказал, что я не знаю, как побеждать других, я знаю, как победить себя. И вот поэтому я являюсь великим воином. Поэтому в Бхагавадгите, которая начинается на поле битвы… Можешь присесть. Или для супруга. Ну вот. В Бхагавадгите, которая начинается на поле боя, Арджуна беседует с Кришной, и Кришна открывает ему то, как победить себя. Поэтому вы вступаете на путь, сложный путь. Потому что раньше вам казалось, что вы очень хорошие. Так бывает с человеком, ему кажется, что он очень хороший. Но когда он начинает жить духовной жизнью, он начинает понимать, вам не столько гордости, вам не столько гнева, вам не столько вожделения, вам не столько невежества. Я такой несовершенный, что делать? Ему говорят, продолжайте практиковать. Единственное, что вы можете делать, это продолжить практиковать. Но чем глубже будет расти душа, чем больше будет пробуждаться сознание, тем глубже будет проходить практика. Ребенок изначально считает, что все для него создано. Но потом он говорит, начни выносить ведро. Начни делать это. Когда ребенок вырастает, он понимает, что, оказывается, его положение служит в семье. Ребенок-то думал, что я пришел к Кришне, Кришна все для меня сейчас будет делать, мне все будет показывать. Но это детское состояние сознания Кришны. Позже, чем больше человек начинает служить, тем глубже он проникает в духовную идею. Никогда не думайте, что инициация сравнивается со временем. Сколько вы учитесь в школе? Десять лет. В каком классе? В первом. Кстати, за десять лет ты сидишь в первом классе, ты уже жуешь жвачку, плюешься. Все такие дети, ты на задней парте. Поэтому помните, что школа – это переход из класса в класс, а всегда сдавать экзамены. Иногда нужно будет оставаться на второй год. Поэтому не смотрите на время. Не буду называть имена, но вот один преданный получил много лет назад инициацию. Он пришел и задал мне вопросы. Но по вопросам я не понял, что он прогрессировал все это время. Поэтому от того, что вы получили посвящение, но не учитесь в школе, когда прогуливаете уроки, это вовсе не значит, что вы получили духовное знание. Значит, ваша задача – это начать работать над собой. Работать над собой – самое трудное. Уверяю вас, спасать других гораздо легче. Поэтому я этим и занимаюсь. Я говорю, у нас кто не может воспевать святое имя, становится проповедником, а кто уже не может проповедовать, становится гуру. Понимаете? Почему? Потому что мы живем в стране советов, а советовать другим легче всего. И поэтому я говорю, а кто, почему? Я говорю, потому что настоящие святые, у них нет времени советовать, они заняты духовной практикой. Поэтому у нас с вами проповедническое движение, мы с вами все будем советовать другим. Но поскольку сознание Кришны трансцендентное, мы увидим удивительное качество, что когда мы начинаем советовать другим, мы иногда начинаем понимать что-то сами. Так долго учил, что сам что-то понял. Поэтому принцип очень простой. Санкистана, куда мы попали, это движение читания Махапрабу, которое построено на двух вещах. Первое. Помните, что в Кали-югу, в эпоху, в которой мы сейчас живем, групповая практика возможна. Индивидуальная практика очень сложная. Вместе собираетесь, и вместе друг друга удерживаете от пороков, от невежества. Это первое. И второе. То, что в Кали-югу все сложные ведические системы невозможны. Поэтому в Кали-югу дается самое высшее воспевание святого имени. Но, чтобы прийти к воспеванию святого имени, нужно пройти великий путь. Шлихар Махараш никогда не считал, что человек просто с четкими получит благо. Супал, в моей комнате четкие мои принеси, пожалуйста. Вот. Поэтому, поэтому, не буду вас пугать, но у вас есть время отказаться. Сказать, зачем мне это нужно, Харе Кришна. Вот, я жил нормально, да. Вот. У меня все в жизни изменится. Может быть, не в лучшую сторону. Но, писания говорят так. Преданное служение Кришне – это начало всего самого лучшего. Но иногда это начало происходит как бы… Знаете, да. Ребенку же не кажется, что ему там двойку поставили, что ему там замечания в них написали. Но он попал в школу. Все. Все по-взрослому. Он должен взрослеть. Вот. Поэтому, у вас сегодня начало духовного пути. И вы очень удачливые души. Вот сто процентов. Я вот вижу прямо каждая душа. Здесь я со всеми пообщался. Вообще, на самом деле, я был глубоко обрадован духовному состоянию нашей Оренбургской Ятры. Мне все очень понравились. Понятно, что у всех свои тараканы, у всех трудности. Но я понял, что по милости Кришны, не знаю, какая, почему там вот на Оренбург такая милость пролилась. Вот мы как раз говорили, да? Что? Ну, это сейчас все говорят. Знаете, я уже понял. Хорошо. 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 Центр Вселенной – это Господь. Ну, он так, на всякий случай. А мы все вокруг него вращаемся. Ну, вот. Потому что не в этом дело. Дело в том, что воля есть Всевышнего. Он хотел явить себя. И никто ему не помешает. И он хотел явить себя тем, кто наиболее нуждается в этом. И мы действительно нуждаемся все в духовности. Мы нуждающиеся. Поэтому мы идем в очередь не по справедливости, а в очередь по милости. Запомните, милость выше справедливости. Об этом говорила Шидхарм Храдж. Милость, она настолько совершенна, что она… Шекспир очень хорошо сказал о милости. Ничего, ничего, нормально, нормально. Королевам не так легко сидеть, научиться на троне. Тем более двум одновременно. Одна говорит рыжая, другая – белая. Ну, королева. Ну, чтобы их развлечали. Так вот, смотрите, очень такой важный момент, что в Кали-Югу Господь являет себя через Дам Сан-Киртен. И то, к чему вы соприкасаетесь, это самое высшее. Во всех религиозных традициях самые большие подвижники, святые, те, кто воспевали святые имена. Самые высшие. Но… Это единицы всегда. И вы… У вас тоже такая судьба. Вы все время попадали в элитарные подразделения, да? Ну, вот и на старости лет тоже. Сознание Кришны – это элитарное подразделение, а среди элитарных войск, как бы, да, среди самых преданных, доверенных, сочетание Сарас-Ват-Мата – это самое элитарное, которое только на сегодняшний день есть. И вы попали в эту школу духовную, и в школу Шилашидара Махараджа, поэтому вы будете учиться по другим моделям, по другим шаблонам. Если в армии вам скажут, что очень важна форма, выставка, аппарат, да? Но в спецназе вам скажут, вы можете любить носить любую форму. Вы увидите, что настоящий спецназовец какой-нибудь в Пакистане, он такой с бородой на талиба похож. Но у него там где-то под халатом такое, какое-то там суперсовременное ружье. Поэтому внешние вещи не столь важны для вас будут. Для вас будет важна качество вашей духовной жизни. Это самое главное. Качество молитвы. А для этого качество общения. Все построено на сознании. Поэтому внешне вы не должны отличаться от простых людей. Вы находитесь в определенной среде. Когда мы выходим на праздник, мы одеваем тхоти, сари, туласи, внешне мы не должны быть похожи на духовных людей, а внутренне быть материалистами. У нас должно быть на другое. Мы должны быть внешне материалистами, а внутренне быть духовными. Почему? Потому что мы не должны смущать окружающих, в особенности в том социуме, где... Мешочек еще есть? Ладно, хорошо. Вот. Поэтому... Вы должны быть духовными людьми. Это самое трудное. Одеть царя очень легко. А вот измениться, трансформировать сознание очень трудно. Вот. Поэтому мы не будем отлагать... Безотлагательно приступим к вашему посвящению. Потому что в Писании сказано так. Самое благоприятное нужно делать сразу же, а неблагоприятное – оттягивать как можно дольше. Так. Принято.